Во всех торгово-развлекательных центрах Новосибирска проверят пожарную безопасность. Такое поручение дал Анатолий Локоть после трагедии в Кемерове. Напомню, накануне там вспыхнул огонь в центре «Зимняя вишня». Погибло более 60 человек. Мэр Новосибирска поручил направить информацию о пожаре во все торговые центры. Руководителям крупных магазинов рекомендовано проверить, достаточно ли в помещении огнетушителей, в каком состоянии электрооборудования, организованы ли пути эвакуации на случай ЧП. Анатолий Локоть выразил соболезнования семьям погибших. Новосибирские спасатели сегодня прибыли на помощь кемеровским коллегам. Колонна из шести машин уже утром была на месте пожара. 50 сотрудников МЧС уже работают. Еще 50 готовы отправиться в Кемерово в случае необходимости. А пожарные десантники сегодня тренируются на аэродроме в Мочище. Лесной спецназ проводит учебную высадку из вертолета. Александр Потенихин наблюдал за учениями. Выполняем все точно так же, точно так же, как из вертолета. То есть полная компетенция. Перед тренировкой в воздухе лесной спецназ шлифует мастерство на вышке. Пожарные десантники спускаются на землю с 10-метровой высоты, чтобы во время реальной высадки все движения были отточены до автоматизма. Как и у военных, десант, можно сказать, элита среди пожарных. Это первая тренировка в году, но учения проходят гладко. Ну и что, как ощущения? Непринаваемые. Перед тем, как спускаться, все равно волнение есть какое-нибудь? Ну как, первый раз, конечно, после перерыва такого, конечно, а потом уже все нормально. Спускаются с пяти уровней от 10 до 50 метров. Именно с такой высоты обычно десантируются в условиях реальных лесных пожаров. Вертолет может приблизиться к земле, насколько позволят кроны деревьев. Практически в основной массе это опытные люди, которые не раз участвовали в тушении лесных пожаров. Как в нашем регионе, так и в других регионах России. Есть и новые ребята у нас. У нас порядка трех человек новых ребят. Они в прошлом году были приняты, прошли обучение. Но они уже участвовали в пожароопасном периоде 2017 года. В зоне внимания летчиков-наблюдателей более 6 миллионов гектаров. Видимость, если хорошая, то подлетаем, определяем сразу, спускаемся вниз, ну пониже. И определяем площадь пожара, интенсивность пожара. С тысячи ведется подбор площадки. Подбор сделали, все набираем высоту и сбрасываем. Ну, пристрелочные ленты, все это делаем. В этом году, по прогнозам синоптиков, снег должен растаять достаточно рано. Это значит, что угроза лесных пожаров возникнет уже в начале мая. Времени для тренировок у пожарных десантников остается совсем мало. Александр Потенихин и Евгений Макаров. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok